Всем привет! В этом видео поговорим о том, как Владимир Путин принял участие в спуске на воду супертраулера механик СИЗОВ. Адмиралтесские верфи завершили строительство нового траулера механик СИЗОВ. Вчера президент страны Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду нового рыболовецкого судна, приуроченной к дню военно-морского флота. Новый траулер построен по заказу русской рыбопромышленной компании. Россия в ближайшие годы планирует построить и спустить на воду сразу 10 аналогичных траулеров. Траулер механик СИЗОВ уже третье по счету судна проекта СТ-192, который получил название супертраулера за свои габариты и высокую производительность. Новое российское рыболовное судно арктического класса длиной 108 метров и шириной в 21 метр способно выловить около 60 тонн ментая, тогда как другие корабли подобного класса лишь до 40 миллионов тонн. Мощность основного двигателя превышает 8 тысяч киловатт. Строительство нового судна было заложено в июне 2020 года и велось в течение одного года. К настоящему времени построены и проходят испытания два других аналогичных судна – капитан Водовиченко и механик Маслат. Также адмиралтейские верфи приступили к строительству 4-го и 5-го рабловецкого судна этой серии. Вообще контракт на строительство рабловецких траулеров был заключен в 2017 году и предусматривает строительство 10 судов на общую сумму в 65 миллиардов рублей. Все суда будут осуществлять рыбную ловлю на Дальнем Востоке. Новые корабли создаются в рамках государственной программы развития гражданского судостроения, которая очень активно развивается. Ранее мы подчеркивали, что по итогам прошлого года на доли России пришлось до 30% от суммарного объема общемировых заказов на строительство новых судов. Это говорит о том, что наша страна является локомотивом мирового судостроения. Отрадно, что отрасль за счет крупных государственных заказов развивается опережающими темпами. При этом растут и частные инвестиции. По итогам 2020 года отечественный рынок судостроения вырос на 67%, достигнув в количественном выражении 230 миллиардов рублей. По итогам прошлого года российскими верфями было построено 94 крупнотоннажных судна грузоподъемностью свыше 50 тонн. Еще 90 построенных и спущенных на воду судов относятся к средне- и мелкотоннажным. В ближайшие несколько лет Россия планирует сделать ставку на строительство крупнотоннажных судов, развитие Рыбловецкого и Ледокольного флота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова